я все люди альгардена и сегодня намереваюсь проделать самый красивейший трек доломитов сечей да поедем на сечейду и спустимся до стиль веди вальгардена и сейчас мы взяли вот эту пешеходную дорожку который идет санта кристина проходим мимо клумбы с прекрасными дельфиниумами отеля вальтой мимо прелестных домов тирольских крестьянин пятизвездочного отеля альпин рояль затем справа дома и гонны у старинного бежевого дома сворачиваем направо какой красивый дом и виде виде старинный прямо как это было внизу был хлев да для хлев а внизу сверху и выжили хозяева здесь видишь мостик где мы для для сена на сена наверху стрелочка показывает на подъемник коль-райзер и здесь дорога начинает резко подниматься проходим мимо отеля сарайзер олимпийской чемпионки мира по горным лыжам из ольды костер и наконец мы перед подъемником коль-райзер здесь мы можем воспользоваться туалетом вон вон старушка сколько лет и работает но мы поедем развлекаться сюда ставим лыжи страшно страшно моя 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 Я моя фуникули-фуникула, фуникули-фуникула, я моя моя фуникули-фуникула, я не боюсь. Все равно когда-то надо умирать? Это называется Коль Райзер. Привет всем, я в одном из самых красивейших мест мира. Посмотрите, какая панорама, сзади меня Сассолюнга. Здесь у нас Одли Пуэц. И затем мы пойдем вот налево и возьмем фуникулер и поедем на Сейчеду. Сейчеду, Сейчеду. Сейчеду, Сейчеду. Двое поедем. Поехали. Беламиты, конечно, место удивительное. Но и, конечно, дорогое. Билет стоит 10,50. 16,50 поднялись на Кабинави. Итого 27 евриков, чтобы подняться на Сейчеду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итого 27 евриков, чтобы подняться на Сейчеду. Чтобы увидеть поближе, надо пройти на островок по узкой тропинке, по обрыву. Не боитесь? Островок – одна из самых известных фотографических площадок мира. Это что-то не... Это вот даже для груди одной из самых красивейших мест в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это мы вот такие вот под этой тучкой. Мне жарко. А мне нормально. Не знаю, сколько мне нравится. Налюбовавшись Сейчедой, мы начали наш трек обратно в сельву Дивальгардына, вдоль массива Одли Пуэц. Налюбовавшись Сейчедой, мы начали наш трек обратно в сельву Дивальгардына. Сейчедой, мы начали наш трек обратно в сельву Дивальгардына. Сейчедой, мы начали наш трек обратно в сельву Дивальгардына. Альпийские коровки – самые заядлые туристы. Преграды для туристов и для коровок. На высоте больше двух тысяч метров практически не растут деревья. Трек «Сичеда сельва Дивальгардена» нетрудный, так как потихоньку спускаемся, но есть и небольшие подъемы. Мы подошли к фантастическому месту – Мальга Пьера Лонжа. Мальга – летний пастушичий домик и хлеб для коров. Здесь можно перекусить местными сырами, колбасами, десертом, а также есть детская площадка и туалет. Мальга – летний пастушичий домик и хлеб для коров. Пьера Лонжа – место удивительное, с особым горным образованием. Мальга – летний пастушичий домик и хлеб для коров. Субтитры подогнал «Симон» Так бывает в горах. Идет дождик и солнце. И вот как я одета. Так надо одеваться в горы. Слушайтесь меня, дети. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спускаемся вниз по лесной дорожке. Ниже 2000 метров в горах начинает расти лес. Во всяком случае, в доломитах это так. Субтитры подогнал «Симон» От озера берем дорогу слева. Здесь предстоит небольшой подъем. Подул сильный ветер. Признак изменения погоды. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Пошел резко дождь и град. Гремел гром. Мы спрятались под крышей небольшой электрической станции. И вот мы дошли наконец до сельвы Девальгардене. Мы видим ее под дождем. А вечером был вот такой прекрасный закат. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Всего хорошего!